короче тут нужно вот этот забор вырезать я не знаю сколько длится эта серия по минутам но если вдруг она слишком длинная то я ее обрежу на две части и и здесь просто будет концовка и следующая часть будет уже потом ну либо же мы ее пройдем полностью эта серия будет просто дольше чем другие боже ты напугал меня до полусмерти привет девочка куда же ты направляешься ты прекрасно знаешь куда знаю потому и пришел надеюсь пришел не для того чтобы меня остановить послушай девочка ты был мне добрым другом я не хочу говорить об этом я понимаю но хотя бы послушай это самоубийственная миссия мне все равно я стану остановлю его раз навсегда ведь многие страдали потому что я боялась ты пойдешь за ним одна это закончится трагедией а ты ты был там меня поймали лучшие парни бумажного города и не успел это было даже раздирающее зрелище этот был великим медведем так мне его не хватает пусть его смерть не станет напрасной обдумай все как следует я должна это сделать он шел за мной и мне надоело прятаться либо он меня поймает либо я его в любом случае положу конец ему царство ужаса ясно может быть тебе просто не стоит делать это в одиночку я должна ты сказал я должна сделать это сама кроме того ты же знаешь что вы не можете пройти через эти леса как ты узнал что нужно идти сюда я вспомнила как ты говорил нам что прошел по его следу до холмовой скорби то есть это все из-за меняемого длинного языка байлам спасибо тебе за все ты прям тот герой который нужен бумажному городу и которого город заслуживает никогда не прекращай сражаться за то что ты считаешь правым делом я не собирался девочка я боюсь что что-то случится с тобой город за которым я смогу присматривать просто не останется можно город перерос меня я уверена с ним все будет порядке не слышу там голос оптимизма не стоит волноваться нет прошу не нужно со мной все будет хорошо ну что ж тогда я надеюсь мы не прощаемся маленькая мисс не говори глупости мы еще увидимся удачи тебе девочка так может и нет но я уверен что он всегда быть для нас с тобой покажи что он может гордиться тобой покажи что мы все можем гордиться пока было до встречи эмбер так записка здесь кажется что-то написано теперь кто выйти пожелает из лесов ищи же бабочек грибы и светляков старый лю приходит лес по понедельникам если владелец приходит по средам бери правее позаботиться о грибах не поворачивай если видишь малышей юносью бабочкам по понедельникам не приходят что-то 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 сложное бабочки есть тут бабочки из тут бабочки есть везде ну бабочки вот это что ага то есть если что то я просто возвращаюсь на место ага ну хорошо давай постараюсь запомнить вперед право нет ни я неправильно иду чикаванка так подожди что-то я не поняла что-то я не поняла подожди еще раз возможно вырежу но я не знаю что-то я не знаю что-то я не знаю что-то я не знаю опа вырезать в общем-то и не пришлось особо сильно так то так то как то здание здание что такое чего не идет ой там что красное было и она по ушло ага интересно что здесь почтовые ящики лифт так вам зачем ты вообще сделала потому что мне нравится же не виновата что тебе их нельзя хватит эмбер не види себя как маленькая у тебя есть твое печенье я сделала для флинта как они пахнут а мне достается самое обычное ладно может быть в следующий раз ты вообще никаких не получишь так тебе будет лучше это прискорбно можно мне хоть одну нет можно провести семейный обед без скандалов ты же знаешь что тебе их нельзя может быть я прошла я читала что такое случается эмбер прошу тебя я хочу немного он мы тоже может есть я его не могу это нечестно томас поговори с ней эмбер хватит репячься ешь свои печенья оставь банановое флинту да пошел о гугла эмбер пузырек какой-то возьму с собой за пузырек шприц мне не нравится к чему все идет оба что происходит смеси нет иголки это за место игла так как бы я нашла просто ох а а начала нужно его открыть еще пайст так так и что Нужно дать это кому-то с медицинским образованием Ну, на врач Ну вот, пожалуйста, мистер доктор, сэр И что? Идем Что происходит вообще? О, ты глянь, кто решил объявиться О чем ты? Где объявиться? Что это за место? Не узнаешь? Похоже на полетную стутику, куда брала меня мама Ты ее ненавидела, да? У тебя же ничего не получалось У тебя толстые ступни Эй, ты что себя возомнила? Я, кстати, настоящая ты А вот та милая вежливая маска, под которой ты скрываешься И ты не ты Ты ничего обо мне не знаешь Ты что, шутишь? Я и есть ты Ты, похоже, совсем запуталась, да? Час ты говоришь с собой? Заткнись, ты не я Ты грубая и мерзкая, у тебя толстые ступни А ты испорченная девчонка Ты осложняешь жизнь всем вокруг Все всегда хотят Заботиться о тебе Чтоб тебе не пришлось задумываться о последствиях Зачем ты это делаешь? Я хочу спросить маску, под которой ты прячешься Я не понимаю, о чем ты Это все твоя вина Твоя и твои дурацкие аллергии Заткнись, я вижу, что ты делаешь Тебе надо под стеклянным колпаком запереть Заткнись И дед умер из-за тебя Я... О, ты думала, я не знаю? Его убили, потому что ты вела себя, как маленькая испорченная девчонка Он сказал, что это не моя вина Еще бы он это не сказал Он всегда присматривал за тобой, как и все остальные Не смей говорить со мной про Теда Он был моим лучшим другом И ты допустила, чтобы его убили Хватит говорить о нем, я ненавижу тебя Я ненавижу тебя Хватит повторять за мной Я сказала, хватит Да, вот такая психоделика происходит Ну, как бы Сейчас Мама Мама, папа, скорее Она задыхается Что происходит? О нет, зайка, что ты наделал, Флинт? Ты дал ей свое печенье? Что происходит? Я ничего ей не давал, мама Клянусь Она съела печенье, Флинт Нужно срочно вести ее в больницу Я вызову скорую, Томас Неси ее вниз Давай, малышка Я держу тебя Осторожней, не удаляйся головой Телефон? Алло? Алло? Да, нам нужна машина на Беловод на 17 Пожалуйста, поспешите У нее сильная аллергическая реакция Прошу, поторопитесь Мам, что мне делать? Сиди дома и закрой дверь Мы вернемся как можно быстрее Хорошо Так Так Что за Другая я Зачем ты это носишь? Ты так красный человек? Ну и пожалуйста Тут полнорожных тебя, да? Хочешь сказать Полнорожных тебя Я на это не поведусь Я не такая, как вы все Что тебе нужно? Что я должна сделать? У меня у тебя кое-что есть А, а что это? Мы договоримся Ты даже мне кажется взамен Узнаешь слуга за услугу, Хлориса А просто так не скажешь? Не, нет, так не получится Что тебе нужно? Возьми только трех Любых трех И дай их мне Если я это сделаю Ты вернешь его? Что будет с теми, кого я дам тебе? Что говорить? Пустой крошка Давай же дело Чего ты от меня хочешь? Возьми трех Любых трех И дай их мне Ну Ладно Трех Что ж, попробуем Хорошо Я возьму Прости Я возьму Краликов Это считается? Они Два вдвоем Почему? Я делаю это с тяжелым Еще одного надо? Ну Давайте Кого? Белл Не хочу Терушку не хочу Его не хочу Ее тоже не хочу Классно Я никого из них не хочу Давайте Да ладно Давайте отдам девчинку Или Или Милли Может Ладно Давай девчинку отдам Так и быть Я просто не знаю Что она с ним делать Хочет И что это значит И Куда Так Бетти Это же кукла твоя мама Она заботилась о тебе Не выбирай ее Ага Расти 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 Храб И Самоотверженный Рабочий робот Неужели у тебя нет сердца? Что ж Это был тяжелый выбор Не выбирай кроликов Ты же знаешь Они рисковали Родить тебе головами Они пошли против короля Помогли тебе В мужском городе И вот чем ты Чем ты их отплатишь Им? Мне так жаль Ребята Пожалуйста Простите меня Давай их мне Забирай уродина Отдай их мне И попроси Чего ты хочешь взамен Можно урать всех Только верни мне его Ты чудовище Зачем ты это сделала? Нет 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 Ага Так Странно Что это такое вообще Да, походу буду делить эту серию на две Наверное, уже ее разделила Еле успели Все хорошо, дорогая, не волнуйся, теперь ей помогут Боже, Том, она чуть не погибла Не следовало мне их печь Не вини себя, она должна принимать все такое границы Мы не сможем быть рядом с ней вечно Понимать Я понимаю, но Пожалуйста, да, наверное, все же не стоит приносить Бананы Бананы в наш дом Я поговорю с Линтом, теперь ему придется удовольствоваться обычным печеньем Это не смешно, Том Я знаю, просто Мистер и миссис Рашвард Доктор У нее была сильная аллергическая реакция, но она поправится Вы сделали ей два укола, все будет хорошо Ох, слава богу Да, без него никуда Она не хотела Я пошутил Думала, вам сейчас улыбнуться не помешает Спасибо, доктор, большое спасибо Я... я... Не беспокойтесь, такое случается, особенно с маленькими детьми Важно то, что все уже позади Ей было трудно? Ну, да, она однозначно ненавидит уколы Это я вам могу сказать наверняка Она боится иголок Мы заметили Так Что? О, отлично, еще одна Пожалуйста, зайди в одну из этих дверей, найдите свободное место, останьтесь там Я зайду и проведу вас позже Думаю, ты с меня с кем-то спутила, что это за место? Это центр поддержки клиентов Подождите, а вы действительно не ради работы? Откуда вы пришли? Ну, типа снаружи? О, какая прелесть, мисс снаружи Честно говоря, что такое отношение не по нраву Я ухожу А что мне нужно сделать? Это же, увы, у нас знаменитая на весь мир путешественница Месяц наружу А мне откуда знать? Я же просто поставщик услуг Ладно, поняла Помоги мне Мне нужны услуги Службы поддержки А вы пытались включить его снова? Кого включить снова? Свой мозг Ты что, смеешься надо мной? Я на тебя пожалуюсь Все жалобы подаются в письменном виде И хранятся в официальном ящике для жалоб Посмотрение может занять до 10 рабочих дней Пожалуйста, имейте терпение И в любое время обращайтесь за помощью в течение этого времени И помните, мы рады, когда вы рады Ладно, что нужно сделать? Вам нужно кое-что выяснить Что же? Был один старик Он жил в одном доме на Беловодной улице Помните? Наверное Но я не помню, как его звали Я знаю Я не помню Не знаю Я тоже не помню В общем, выясните, что с ним произошло Спрашивайте Я же не могу повсюду водить вас за руку Ладно, когда я все узнаю, я выберусь отсюда Само собой Другая я Это та же самая я? Привет, че могу помочь? Что? Как это? Где я? Это служба поддержки клиентов моим Я могу вам почему-то помочь? Что ты имеешь ввиду? Это же я Я знаю дурацкого ответа Я пытаюсь уйти Не знаю ответа На твой дурацкий вопрос Про соседа Как его там звали Прошу прощения, мисс Но вы, видимо, спутали меня с кем-то еще Я могу вам чем-то помочь? Что, издеваешься? Вообще-то издевательства не выходила в расписание моей программы обучения Ладно, я просто хочу выбраться отсюда Что тебе нужно? Мне, мам, мне ничего не нужно Я здесь, чтобы помогать вам Привет, мисс Чем я могу вам помочь? Слушай, ты знаешь, что случилось с нашим соседом из города? С каким соседом? С одиноким стариком А, да, я помню его Помню, он был очень добрый Но что-то с ним было не так, да? Он много курил Точно курил Но было что-то еще Он любил азартные игры Нет, не любил Ну, то есть, кажется, нет Он работал бухгалтером в какой-то банде Нет, чушь С ним все было нормально Он был просто одиноко печален Нет, с ним было что-то не так Особенно под конец Я не знаю, о чем ты говоришь Но я помню, что он был очень милым Был, да, но что-то было Что-то было с ним не так О, прекрасно О, прекрасно, клиент О, прекрасно Приветливая сотрудница Что вам нужно? Ну, для начала не помешало бы вежливое обращение Вообще, мне нужно знать, что случилось с нашим соседом из города С каким соседом? С одиноким стариком А с тем, который зависел в баре внизу улицы? Как там это место называлось? Не знаю, почему это важно Почему вообще все важно? Ты знаешь, что с ним произошло или нет? Может быть Ну и? Я не помню Ох, ладно, я знаю название бара Выпьем? Да нет, название все знают Нисходящая спираль? Нет, кажется, нет Сэм и у Сэма? Да нет, не то За издевательство, я не пойму Так, допустим Послушай, терпения у меня осталось совсем немного Так что давай прямиком к делу О, конечно, пожалуйста Ты знаешь, что произошло с нашим соседом из города? С которым? Я не помню, как его звали Ладно, он чем-нибудь выделялся? Он любил кофе Каждое воскресенье пил кофе на террасе через дорогу от нашего дома Я боюсь, что этой информации будет недостаточно У него было пыльное синее пальто Мне нужно более конкретные примеры У него были добрые и грустные глаза Мне тоже никак не поможет Я сейчас ничего не могу припомнить Вы должны вспомнить Иначе я ничем не смогу вам помочь Да, да, я знаю Так, ну я не знаю Это что за издевательство? Что происходит? Доброго жаловать, могу ли я помочь? Да, ты знаешь, что случилось с нашим соседом из Беловодной улицы? С которым? С одним одиноким стариком А, с тем дядькой Он был не одиноким У него жена была, правда ведь? Что с ней произошло? Не припомню, что по нему была жена Ну, а мне кажется, что была Кажется, она его бросила Нет, сомневаюсь Думаю, они развелись Нет, не то Хотя я могу ошибаться Я не знаю Ну, попробуйте припомнить, мисс Может, начать именно с этого Я буду здесь, если вам понадобится помощь Чем могу помочь, мисс? Привет, ты знаешь, что случилось с нашим соседом С Беловодной улицы? Ну, помнишь в городе? Беловодной С которым? Со стариком Мне всегда было его так жалко Он казался таким одиноким Старик из квартиры 15D? Да, точно, 15D Как его звали? Я не помню Ну, я тоже не помню Я помню, что его было жалко Потому что я думала, что он живет один Кажется, у него была жена, мисс И она постоянно пекла для детей печенье Помните, когда она выпекла На всем этаже запах Так изымедленно пахло Что же это было за запах? Апельсины? Нет, что-то еще Шоколад? Нет, не шоколад, что-то другое Бананда Мята? Нет, нет, не мята Я не помню Не беспокойтесь, мисс Я уверена, вы вспомните В любом случае, не забывайте, что он жил в квартире 15D Спасибо, я запомню Так, допустим Привет, мисс Чем могу помочь? Вы знаете, что случилось в нашем соседном городе? Я не уверена, про какого соседа вы говорите Про одинокого старика Мне нужна более подробная информация, чтобы могла вам помочь В какой квартире он жил? 15D 15D Нужно узнать Про нашего соседа? Да, что с ним произошло, да? Верно, сначала узнай его имя, пожалуйста Так будет проще Я не знаю Ты издеваешься? Я не помню Я ничего не знаю Я понятия не имею Субтитры создавал DimaTorzok Номер квартиры 15D Да, спасибо На этот раз я запомню Я, ну, что-то может Мы уже были Вот Где мы были В последней мы были Мы ей сказали, что номер квартиры 15D Кошка Дина А окошко Дина Это у кого? Кому это нужно сказать? Кому это нужно? Так, вы знаете, что я не могу вспомнить? Кому вы говорите? Угу Повежливее Побыстрее мне пришлось У него было милое окошко по имени Дина О, вы имеете ввиду мистера Моргана? Точно, мистер Морган Так его и звали Как я могла забыть? Вы довольны качеством предоставленных услуг? Что? О, да, это было великолепно Спасибо Я рада, что вы рады Это типа Грустно Не то слово Теперь мы говорим ей имя? Вставайся, что ты никогда отсюда не уйдешь Так Если что, прочитайте сами Это у меня немножко уже Мистер Морган Так и есть Я теперь вспоминаю Он много курил, помнишь? Кажется, никогда не видела его без Сигареты, точно Он был очень одинок Он был одинок У него положено Я едва ее помню Но он убегла для детишек печенье с корицей Помнишь? Теперь припоминаю запах корицы Мистер Морган Точно теперь должна выяснить, что с ним произошло Ладно, я просто попробую угадать Так, не знаю Ничего я не знаю Идем сюда Отвечаем ей, что Что, 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 что Как ты могла сказать такое? Сказать какое? Что ты такого сказала? Про нашу соседу Со с ним что-то было не так Он много курил Точно курил Но было что-то еще Так, не сюда А что? А куда? Снова здравствуйте. Вы узнали, что произошло с соседом? Пока нет. Я вспомнила его имя. Мистер Морган. А, точно. Так его и звали. Вы узнали, была ли у него жена? Да, определенно была. Я напекла для детей из нашего дома печенье. С корейцей. Корица, да? Как оно пахло? Корица, 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 корица. Корица. Она пекла печенье с корицей. Точно, теперь вспомнила. Оно было таким вкусным? Да. О, нет. Что такое? Теперь я вспомнила. Кажется, его жена умерла. Она болела какое-то время и не могла подниматься с кровати. Однажды она просто... Да, умерла точно, бедняга. Увы сердце было разбито. Теперь я помню. Да, такая трагедия. Что ж, дело принимает мрачный оборот. В любом случае, спасибо тебе, ты мне очень помогла. Была рада. Если возникнут такие вопросы, не стянитесь ко мне обратиться. А теперь в какую комнату? В какую комнату? Да я путаю себя в этих комнатах уже. Ты что, издеваешься или что? Это что за издевательство? Вы узнали, была ли у него жена? Она умерла. О, нет. Что случилось? Она болела. Бедняга, наверняка она была не в себя от горя. Видимо, именно поэтому он, что, проводил день за ним в баре вниз по улице? Наверное, для меня было не так одиноко. Да, наверное, ему нужно было быть с людьми. А как назывался этот бар? Прямо на языке вертится. Давно минувший день, мисс. Все, все, все. Давно минувший день. Дальше куда? Где, 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 где этот... Эээ... Эээ... Нет отношения ко всему остальному. Но, понимаете, после смерти жены он проводил там целые дни. Я помню, что он много курил, а когда умерла жена, он приобрел другую привычку. О, нет, бедняга. Да, он всегда приходил домой поздно и едва сдерживался на гагах. Держался. Мне вот так жаль, что с ним произошло. Я не помню, но у меня есть такое чувство, что надеяться на счастливый конец было бы странно. Нужно это выяснить. Нужно узнать, что с ним произошло. Конечно, если вам понадобится моя помощь, я буду здесь. Теперь это? Или еще какая-то? Да, блин, я не то ответила. У него была проблема с алкоголем. О, это точно. Все началось, когда умерла его жена. Он проводил дед за ним варь вниз по улице. Как он там назывался? Давно минувший день. Давно минувший день, точно. Что? Теперь я вспомнила. Что с ним произошло? Этот очень печально, но... Ну, он умер. Стой, серьезно, бедняга? Что случилось? Произошел случай несчастный. И лучше он поговорить об этом с моим начальником. Ты что, издеваешься? Говори. Однажды он пришел домой пьяный. Помню, я слышала об этом от кого-то. А потом он заснул в квартире с сигаретой. О, нет. Его квартира загорелась, пожарные ничего не могли поделать, и они приехали слишком поздно. Это ужасно, какая трагедия, но почему я об этом ничего не помню? Я не знаю, но прошу вас, мисс, поговорите с моей начальницей, может быть, она поможет вам вспомнить. Ладно, я поговорю с ней, она самая приятная... Она не самая приятная особа. С ней не просто, но вы должны понимать, она тут дольше всех. Ладно, предпоговорю с ней. Кстати, спасибо, ты мне очень помогла. Ух, мне уже тяжко. О, мисс Альдзе, вы узнали, что случилось? И что же? Он... Он умер, заснул в сигаретой, и его квартира сгорела. К сожалению, это так. Зачем ты заставила меня сделать это? Из-за того, он стал лучше, что-то я не чувствую. Так часто бывает. Я не могу. Послушайте, разве не странно, что вы все это забыли? Это очень странно. Думаешь, я сделала это специально? Нельзя ничего забыть специально. Вы забыли, потому что так было проще. Просто забыли, и все. И... Так что теперь мне нужно что-то, чтобы тебя узнать, или... Что-то для тебя узнать, или... Что происходит? Эй, это все? Эй, куда ты? Что только что произошло? Что? Эмбер, детка, никогда так больше не делай, пожалуйста. Мы говорили с мамой, в нашем доме больше никогда не будет бананов или продуктов с содержанием бананов. Простите. Все хорошо, крошка. Ты просто должна понять, что мы с папой, и мы не сможем всегда быть рядом с тобой. Ты должна будешь научиться испекать их сама. Ты же видела, что сегодня произошло. Простите, я больше не буду их есть. Если хочешь, можешь все равно готовить их для Флинта. Я обещаю, их больше в рот не возьму. Думаю, будет лучше, если они больше в нашем доме не появятся. Не беспокойся за Флинта, он просто немного разбалован. Да, еще он глупый. Боже, Том. Чем дело? О, боже, это наш дом? Мама? Стой здесь, пожалуйста, стой. Флинт! Папа, что происходит? Это воспоминания? Ну, это воспоминания, само собой. Это не вопрос, это я что-то подумала просто. А что? Это наша старая квартира. Тут кто-нибудь есть? Мама, папа? Флинт? Комната Флинта. Флинт, где он? Вы его не видели? Он все еще внутри? Мне очень жаль, мэм. Мы не успели. Угарный газ распространялся слишком быстро. Что? Мне очень жаль. Мам, что это значит? Где Флинт? Где он? Мне очень жаль, маленькая мисс. Мы сделали все, что могли, но опоздали. Моя малышка Эмберг, где ты? Мам, папа, что происходит? Иди сюда, малышка, все хорошо. Что случилось? Квартира внизу загорелась. Начал распространяться угарный газ. Он слишком быстро наполнил вашу квартиру, прежде чем кто-то понял, что здесь происходит. О боже, мой сын. Нет, Флинт, заберите его. Почему вы здесь стоите? Красный, забери отсюда ребенка. Это небезопасно. Сэр, нужно отвезти ее в безопасное место. Здесь все еще опасно. Можно пораниться обломками и... Да, конечно же, Эмберг, нам нужно идти. Нет, пожалуйста, папа, ты должен найти его. Мы не можем идти, мы должны найти его. Мы должны найти его. У меня выбор. Хочешь вернуть его себе? Это часть тебя. Хочешь? Ты не такой уж плохой. Да я превратила тебя в чудовище. Ты существуешь за меня, потому что я отказывалась принимать. Хочешь вернуть его себе? Это часть тебя. Хочешь? А, я могу не идти, да? Она сама подойдет. Так, она подходит. Я все вспомнила. Теперь я хотя бы понимаю, что это была не моя вина. Иногда жизнь просто несправедлива. Этот Эд научил меня. Если бы я не сел это печенье, мы были бы дома, когда-то произошло. Может быть, с Линдом все было бы в порядке. Может быть, пострадал бы кто-то другой. Никто этого не знает. Я лишь знаю, что мне его очень не хватает. Я думала, если притвориться, будто бы он просто прячется. Когда, может быть, не знаю, тогда, может быть, я смогу когда-нибудь увидеть его снова. Я больше не ощущала беспомощности. Где-то по пути я потеряла в собственных фантазиях, и мне стало трудно прекратить притворяться. Мама с папой столько раз мне говорили, что я не виновата, но я никак этого не понимала. И теперь это все было неправильно. Нельзя убежать от грусти. Нет смысла даже пытаться. Единственный способ справиться чем-то, повернуться к этому чему-то лицом. Думаю, именно это по-своему пытался сделать красный человек. Он уничтожал иллюзию, которую я построила вокруг себя, надеясь дотянуться до меня. Но только когда я потеряла еще и Теда, я нашла в себе силы встретиться с ним, и теперь я вижу, что он хотел именно этого. Я знаю, я больше никогда не увижу Флинта, и мне это так грустно. Но, как когда ты сказал, Тед, в жизни есть место для печали. Мне всего-то нужно идти вперед, и счастье найдет меня снова. А теперь мне нужно поспать. Утро вечера мудренее, ведь завтра настанет новый день. Так, это было неожиданно. Это было неожиданно. Окей, это было очень неожиданно. Так, окей, это было очень неожиданно. Это было очень неожиданно. Конец для такой игры прям... Что это такое? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Не знаю, зачем нам это показали, но зачем-то нам это показали, в общем. Хочу сказать сразу минусы. То, что некоторые реплики не дописаны или написаны с ошибками, поэтому я иногда путалась. И второй минус, то, что очень быстро проходила реплика, и иногда я не успевала читать. Третий минус, мне не нравится концепция Девы в беде, потому что она, ну, тут все-таки была, все-таки она была, и конец, конец классный. Концом выехала игра, мне она сначала не очень понравилась, и мне в середине она уже поднадоела. Но концовка все-таки вывезла. Вывезла, и... Могу сказать, что да, концовка затащила, концовка хорошая. И в таком случае игра мне понравилась. Думаю, я напишу отзыв даже, и... Не то, чтобы я поставила ей 10 из 10, но где-то семерочку, шестерочку поставила бы, как бы. Вот, обязательно пишите, как вам игра. Концовка прям очень неожиданная для меня была, я не ожидала такого. Мне казалось, она будет менее скучная. То есть более скучная, концовка более скучная, извиняюсь. Вот. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твиче. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения, и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok